Сегодня нас с вами ждет серьезный кулинарный эксперимент. Мы будем делать самодельные протеиновые батончики. Я мечтал о самодельных протеиновых батончиках с того момента, когда начал сам тренироваться. И вот, наконец-то, по прошествии многих-многих десятилетий и многих месяцев вашего терпения, мы будем сейчас готовить протеиновые батончики прямо здесь. А человек у нас сегодня, герой сегодняшней программы, Серж Нубре. Вспоминайте этого уникального спортсмена. На мой взгляд, Серж Нубре обладал редчайшим сочетанием полноты мышц и при этом достаточно атлетичной, динамичной структуры. Серж Нубре родился в 1938 году. Он родом из стран Карибского бассейна, то есть человек музыки, солнца и так далее. То есть абсолютно не из какой-то волевой, напряжной, так скажем, среды. Потому что вы понимаете, что все, кто живет в этом географическом, так скажем, в этой географической области, очень мне тяжело представить этих людей, поднимающих железо в принципе. Потому что люди настолько на каком-то позитиве, на расслаблении, на музыке, что им, казалось бы, зачем тягать эти железки, они и так спокойно себе лежат. Зачем их трогать? Давай лучше песни споем. Но Серж Нубре, тем не менее, стал атлетом. Видимо, его все-таки организм тянул его к этому, потому что знал, что он будет являть собой образец генетики для многих-многих поколений. А Серж Нубре мы продолжим чуть позже. И я сейчас зачитаю рецепт. Ребята, я не могу не зачитать. Бен, рецепт протеиновых батончиков Pitbull. Три стакана цельной овсянки. Четыре мерных ложки сыворочного протеина. Ты советуешь шоколадный, я взял ванильный. У меня нет другого. Одна столовая ложка какао, чайная ложка меда, 1,3 стакана молока, стакан орехов на твой вкус. Значит, я выбираю миндаль. Две столовые ложки арахисового масла. Все это дело расколоть до однородной массы в блендере. Если блендер не справляется, если блендер не справляется, наш блендер точно справится. Это, по-моему, самый мощный блендер на свете, который я, по крайней мере, встречал. Должен справиться. Но если нет, добавляешь немного молока. Ты смотри, кто там говорил, что блендер не справится? Он даже без молока это может сделать. Вообще класс. Придать форму будущим батончикам и в духовку на 20 минут приставать в 70 градусах. Ребят, ну это действительно выглядит прикольным. Кто бы спорил. Посмотрите, протеиновая углеводная лепешка. Отправляем. Порежем потом на батоны. Я уверен, пишет автор этого рецепта. Его зовут Виктор Дейб. Наверное, я правильно прочитал. Я уверен, ты возьмешь их себе на вооружение и почувствуешь силу питбуля. Ну, дружище. Вспоминайте 75-й год. Вас там не было. Конечно, меня там тоже не было. Я еще и слыхом не слыхивал про бодибилдинг. Но в этот момент происходили съемки фильма «Качай железо». Ключевая драматургия – это подготовка спортсменов к битве за титул «Мистер Олимпия» 75-го года. И взяты два персонажа, между которыми должна произойти схватка. Один персонаж – это Луфи Ригна. Второй персонаж – это Арнольд Шварценеггер. Но в реальности конкурентом Арнольду Шварценеггеру был вовсе не Луфи Ригна, а неожиданно заявивший себя на этот конкурс Сержену Бре. У Сержену Бре не было никаких практически дипломатических налаженных отношений с федерацией АФБ. Я сейчас никоим образом не хочу сказать, что в 75-м году не должен был победить Арнольд Шварценеггер. Арнольд находился в великолепной форме. Но Сержену Бре не уступал Арнольду по качеству и по пропорциональности, но, естественно, уступал по общему объему в силу просто другой костной структуры. У Сержену Бре не широкие плечи, но у него абсолютно узкая талия. Все пропорционально. Сам Арнольд Шварценеггер признавался, что он напрягся, когда узнал, что Сержену Бре приехал участвовать в этом конкурсе. Так вот, его рацион. Первое, что говорит Сержену Бре. Мое тело, дух и разум находятся в полной гармонии. И поэтому я чувствую, что мне нужно есть и в каком количестве. Тело само мне подсказывает. Это я сразу чувствую, что человек где-то там из стран Карибского бассейна. Практически как регги. Песня регги и Боб Марли нашептал, и Сержену Бре знал, как нужно правильно питаться. Сержену Бре никогда четко не высчитывал граммы, кроме одного лишь компонента пищи. Вы прекрасно понимаете, какого количества белков. По пропорциям на килограмм веса тела он считал следующее, что соревнующийся спортсмен, бодибилдер, человек, занимающийся развитием мышечной массы, должен съедать не меньше 3 граммов на 1 фунт веса тела. Это 6 граммов на килограмм веса тела. Неудивительно, что Сержену Бре сам стремился к цифре 600 граммов белка в сутки. При этом овощей он ел мало, углеводам уделял внимание мало, жиры, естественно, старался не есть, просто не любил жирную пищу. Таким образом, весь его акцент в питании приходился на блюда, содержащие богатое белком. Также он считал, что если вы едите питательные элементы именно в таком количестве, а конкретно белок, и при этом набираете излишнюю жировую массу, значит проблема в вашей тренировочной программе. Не в том, сколько граммов там высчитывать, сколько граммов жиров и углеводов, а идите и тренируйтесь интенсивнее. Так, ну, протеиновая булка. Пару кусочков положил. Не терпится же. Еще бы. Не я должен волноваться, а Виктор, который прислал этот рецепт. Молочком запивать такой надо. Пряник. О, это протеиновые пряники. Точно. Хорошая тема, друзья. Самое главное, что это тема, которую можно завернуть, положить в пакет, взять с собой в машину, и вон пробки, в пробках сидеть и жевать, жевать потихоньку, по телефону разговаривать, аудиокниги слушать. Я люблю это дело, аудиокниги слушать. В пробке вроде своя жизнь и формируется. Главное, чтобы не нервничать, надо, чтобы организм получал питательные элементы. И все. Сидишь, музыка играет, либо книга играет. Ешь свои протеины. Радуешься жизни, готовишься к вечерней тренировке. По-моему, супер. Это же супер жизнь. Что еще тут можно сказать? Супер жизнь. Теперь давайте я вам состав. Я подсчитал. Итак, 200 граммов овсянки дали нам 125 граммов углеводов и 25 граммов белка. Протеиновый порошок дал нам 100 граммов белка сыворочного, качественного. Миндаль был в количестве 100 граммов. Он дал нам 57 граммов жиров, 21 грамм белка. Арахисовое масло в количестве 100 граммов дало нам 54 грамма жиров, 26 граммов белка, 22 граммов углеводов. Молоко 300 миллилитров дало белка 10 граммов, углеводов чуть меньше 15 граммов и жиров 10 граммов. Итого по сумме 182 грамма белка, порядка 160 граммов углеводов и 120 граммов жиров. Ничего так калач. Ребята, давайте тренироваться, питаться правильно. Я жду ваших новых инновационных рецептов. За Серджа Нубре или памяти Серджа Нубре я посвящаю этот выпуск. Легендарный спортсмен. И те, кто о нем не знает, и те, кто не видел его фото, взгляните на них еще раз. На это стоит равняться. И с этими образами мы тренируемся и стремимся сделать себя лучше и круче. До встречи в следующих выпусках. Пока, ребята. Субтитры подогнал «Симон»